Во-первых, хочу узнать, что автором, одним из авторов в таком «Лапках дестабилизации» и ваш покерный слуга Сергей Каплин, представник профспілок в Верховной Раде Украины. Вы сейчас признаете службу на Кремль? Да, да, да. И мета очень простая. Мы должны, если этого не выходить в зал парламент, в Кабмине, в меньших местах, открыть очень серьезную дискуссию на улице. Профспілки иниціювали еще два месяца тому акцию протесту біля стен Верховной Ради Украины, 17 листопада. Я, до речи, користуюсь нагодой, запрошу всіх киян, мешканців Киевской области, всіх людей из всей Украины, 17 листопада прибути до Верховной Ради Украины и требовать реализации своих законных свобод и прав. Первое. Второе. Мы провели сьогодні вранці велику селекторную нараду с усіма осередками профспілок по всей державе. И за нашими прогнозами, мы сможем, профспілки, подкреслюю, 17 листопада, сберуть до 170-100 тысяч граждан в центре города. Третий. У нас вимоги специфичные и, власне, и традиционные. Традиционные – это кардинальный перегляд тарифной политики. И это, я хочу подкресить, масштабная попередживальна черговая акция. Мы готовы обговорювать вопросы загальнонационного безстрокового страйка. Другая важливая складова. Мы таки хотим, чтобы премьер выполнил нам данную обещанку про подвищение минимальной зарплаты до 3200. Я знаю, и тут есть отдельные політичные силы, которые заявили про то, что они будут голосовать за эту правку, за эти изменения, за сближение для 4 миллионов украинцев зарплаты, минимальной зарплаты до 3200 гривен. И я, честно, не понимаю Батьковщину, которая выяснила такую идею. И остальное. На нашей акции не будет никакого прапора політичной силы. Ни социал-демократичной партии, ни Батьковщины, ни Ляшка, ни ОПОБЛОКО, ни ни. Мы не дамы політизовать эту акцию. Мы хотим добиться конкретных результатов. Мы не дамы... Я, конечно, как представник проспилок в парламенте, буду первым с лидерами проспилок в этой колонии. Спасибо.